Жильцам дома «Ветеран» рассказали, как создать свой собственный эликсир жизни. Благотворительный фонд «Металлург» для своих подопечных провел очередной тренинг с психологом. Встреча со специалистом состоялась в рамках реализации проекта «Пандемия. Не приговор одиночеству», который стал победителем специального конкурса фонда президентских грантов и обладателем более 800 тысяч рублей. Приятно с полезным соединила наша съемочная группа. Эти встречи многие в группе ждут с удовольствием. Которым участникам проекта скучать здесь не приходится. Для них всегда найдут интересную тему для разговора. Сегодня они говорят о том, как создать собственный эликсир жизни. Сегодня как раз мы будем говорить о том, что каждый из них может сделать для того, чтобы качество жизни поддерживать. Чтобы можно было заботиться о себе самому, а не просто ждать, когда тебе это предложит кто-то. Как сохранить здоровье и улучшить качество жизни, в чем сила полезного питания, рассказывает специалист МГТУ Галина Слепухина. Она всегда старается подобрать тему, исходя из пожеланий жильцов-ветерана. Конечно, с удовольствием. Мне нравится все. Постоянно, хоть бы каждый день была. Я бы тоже ходила. Я, например, много взяла для себя полезного от этой встречи. Администрации спасибо, что они заботятся о нас. Организовали вот эти встречи нам, экскурсии. В рамках реализации проекта организуют не только встречи с психологом, но и виртуальные прогулки по красивейшим уголкам страны и мира. По удивительным местам, в которых мечтали бы оказаться пожилые люди. Знакомят путешественников и с историческими фактами. Мне нравится, когда показывают золотое кольцо. Там очень много интересного. Очень много такого, которого мы не раньше не видели, а тем более сейчас. Магнитогорск показывали. Это же чудо. Занятия проходят в группах по 10 человек. Для них здесь создали комфортные условия. На сумму выигранного гранта приобрели мягкие кожаные кресла, мультимедийное оборудование, рециркуляторы, дезинфицирующий тоннель, а также планшеты для тех, кто посещает виртуальные экскурсии в стенах дома. Очень удобно, очень красиво. Ремонт сделали здесь красивый для нас. И показывает нам каждый день разное, разное. Нам очень нравится. Они настолько привыкли к интересному общению и теплым встречам, что надеются, что занятия будут продолжены и после реализации проекта. Ольга Сухоплюева, Алексей Абашин, телекомпания ТВИН.